Продолжение следует... Рц. Сердце. Нц. Солнце. Снь. Тростник. Сль. Счастливый. Сн. Честный. Ств. Чувство. Обратим внимание, что звуки л, т, д, ф в словах праздник, здравствуйте, сердце, солнце, тростник, счастливый, честный, чувство не произносятся. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда в слове встречаются три или четыре согласных. Скопление согласных и есть опознавательный признак орфограммы. Дополним нашу таблицу. Опознавательные признаки орфограммы. Опознавательные признаки орфограмм. Тип орфограммы. Тип орфограммы. Гласная. Опознавательный знак. Безударность. Примеры. Поднимался. Бежал. Подберезовик. Тип орфограммы. Согласная. Опознавательный признак. Конец слова. Стечение согласных. Примеры. Дуб. Прут. Шапка. Грудка. Тип орфограммы. Согласная. Опознавательный признак. Скопление согласных. Примеры. Сердце. Грустный. Звездный. Итак, сделаем вывод. Когда в слове встречаются сразу три или четыре согласных, один из них может не произноситься. Так не произносятся звуки. Л. В слове солнце. Т. В словах лестница, окрестность. Д. В словах сердце, праздник. Ф. В словах чувство, здравствуйте. Буква, обозначающая непроизносимый согласный звук, это орфограмма. Чтобы правильно обозначить буквы непроизносимый согласный звук в корне слова, надо подобрать такое однокоренное слово, в котором этот согласный произносится отчетливо. Обратим внимание на произношение и написание таких слов, как интересный, вкусный, опасный, чудесный. В корне этих слов нет непроизносимого согласного звука, но может показаться, что такой звук есть. Как убедиться, что в этих словах непроизносимого согласного звука нет? Для этого нужно заменить слово однокоренным так, чтобы после согласного был гласный. Интересный Интересен Вкусный Вкусен Опасный Опасен Чудесный Чудесен Продолжение следует...